Здарова-здарова, дорогие друзья, с вами Булкин и добро пожаловать на новенькую серию квестов 15 минут в Сампчике. В общем-то, вкратце напомню для тех, кто забыл или для тех, кто не знает, что же это за рубрика такая в Сампе. Это всё просто, друзья, и вы придумываете мне какие-то квесты, которые я должен выполнить за 15 минут. То есть вы сами как бы рассчитываете, что вот, ну, как бы это реально сделать за 15 минут. Это может быть как поиск какого-то чувака... Ладно, ну, просто как бы не такой, знаете, кадр весьма... Хочется сразу по газам, да, сейчас и начать погоню, ну, ладно. Короче, это может быть всё, что угодно. Сделать что-то и успеть несколько действий. Главное, что я должен успеть это сделать за 15 минут. Ну, либо же я сам придумываю этот квест. Соответственно, спасибо, что теперь тачка моя дымится. Вот, соответственно, всё максимально просто. И я сейчас бы очень сильно угарнул, если бы я... У меня тачку стырили. Вот, соответственно, друзья, сегодня квест, который придумал чувак с ником. Владок. Предложил он следующее. Где-нибудь с Лос-Антоса... Передай привет просто сразу, как бы. Да, Соло Фернанс, привет тебе. Где-нибудь из Сан-Андре... Фу, бля, Сан-Андре... Да, ну, логично, в принципе. Ну, в целом, правильно говорю. Да, где-нибудь из Сан-Андреаса, а если быть точнее, из Лос-Антоса, я должен задним ходом доехать до Сан-Фьерро. Это звучит так задание. Ну, естественно, я сам выбрал дебри просто Лос-Антоса, где-то в центре, где-то на Груф-стрит. И придумал финальную локацию, например, парковка многоуровневая, которая находится примерно вот здесь вот. И моя задача добраться... Саня, ау. Ау. Приветик, приветик. Привет. Привет. Моя задача добраться туда задним ходом за 15 минут. Такого длинного расстояния задним ходом я, наверное, никогда не проезжал, поэтому, честно, очень сложно предположить, смогу ли я это сделать. Плюс к тому, что у меня сейчас еще машина дымится, я должен буду ее заехать, наверное, починить. Но это не обязательно. Объясню почему. Да потому что, если я врежусь более 8 раз... Вообще было 7, но я подумал, что я р-8, поэтому пусть будет 8 раз. Если я врежусь 8 раз, автоматически я проигрываю. Если же я меньше 8 раз врезаюсь и доезжаю за 15 минут, соответственно, я выиграл. Если я выигрываю, с вас, пожалуйста, друзья, ну просто как бы, ну не знаю, хотя бы 7 тысяч лайков, и тогда выходит новая следующая серия. Если же я проигрываю, я устраиваю розыгрыш. Например, сегодня это будет, ну, допустим, миллион... Давайте полтора миллиона вирт и 3 победителя. То есть по 500 тысяч каждый получит. Все. Я думаю, что все понятно. Прямо сейчас на ваших экранах появится секундомер. Я его тоже так же засекаю. И, друзья, мы начинаем это безумное, безумное путешествие. Соответственно, сам я тоже должен маршрут придумывать. Ну что, друзья, я думаю, что пора начинать. Итак, прямо сейчас секундомер. Раз, два, три, поехали. Все, 15 минут... Просто эпичная анимация была. Так, максимальная скорость на Инфернусе на моей Р-8 задним ходом 44 км в час. В принципе, это неплохо. Маршрут я могу себе выбирать сам. Я думаю, что будет логично поехать сюда. Челлендж? Ну, да я думаю, что я успею ответить. Да. Я, конечно, понимаю, что, наверное, это единственное, в принципе, что я сегодня... Так, значит, друзья, каждое стол... Столкновение первое. От меня тоже здесь мало чего зависит, на самом деле. От моей аккуратности. Потому что онлайн сейчас порядка 800 человек. И, соответственно, я просто могу в кого-нибудь врезаться. Сейчас было столкновение с велосипедистом не по моей вине. И это уже первый удар. Поэтому остается 7 ударов. Я могу 7 аварий допустить. Слушайте, мне на самом деле очень напряжено сейчас смотреть на таймер. Точнее на секундомер. Потому что время прошло уже 45 секунд. Я... Я просто даже не знаю. Может быть, зря я начал именно отсюда. Потому что, ну, я понятия не... Два. А еще... Не, машину я могу переспаунить несколько раз. Могу ее чинить. Это без разницы. Остается 5 аварий. Ой, 6. Фу, блядь, 5. 6 аварий остается. Еще 6 аварий я могу допустить. Иначе я просто проиграю. Замечательно. Просто замечательно. Мне уже везет с самого начала. Минута 10. Я дохожусь у мэрии. В принципе, я сейчас выезжаю на пляж. Ну, на эту дорогу. Вдоль пляжа. И еду до уже там тоннеля. И так далее. В принципе, дорога... Ну, то есть, сейчас вот я, грубо говоря, буду ехать по прямой. Особо мне где-то плутать не надо. И я думаю, что тут уже зависит. Просто я не могу это предугадать. Вот это, на самом деле, тот самый квест. Вот я в самом начале сказал, что изначально нужно понимание того, возможно ли это выполнить за 15 минут. Здесь понимания такого нет. Потому что, я думаю, вряд ли кто-то засекал, можно ли с Лос-Антоса до Сан-Фьерро доехать за 15 минут. Ну, поэтому сейчас мы это и узнаем. Прошло уже 2 минуты. То есть, остается у меня 13. При этом мне можно еще 6 раз врезаться. Ну, точнее, я-то сам надеюсь, я никуда не врежусь. Потому что это будет совсем глупо, если я куда-нибудь врежусь. Это будет прям очень обидно. Хотя бы, чтобы 6 раз меня врезались, если что. Фух, 2 минуты, да? Ну, слушайте, не, на самом деле, в принципе, это вполне выполнимо, мне кажется. Ну, вот сейчас вот пока ничего не ясно. Вот именно нужно... Вот я за что люблю эту рубрику? Как раз за такие квесты, когда ничего не понятно. Особенно, когда касается дела найти какую-нибудь определенного цвета тачку, чувака с определенным ником, еще куда-то заехать в этот момент, успеть. И, короче, вот тогда да. Но сегодня тоже весьма интересно и необычно. У нас какая-то, знаете, волна неадекватных квестов за 15 минут, вы заметили? Потому что... Что вообще в прошлый квест за 15 минут это было вообще, конечно... Ну, ладно. Ну, подождите, подождите. Пока еще вот я, кстати, зря запаниковал. Нет, 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 пожалуйста, я тебя... Что, санки упали? Чуваки, я вас умоляю, пожалуйста, не врезайтесь в меня. Пожалуйста. Все, что угодно. Только не надо меня касаться. Я прошу. Просто не нужно меня касаться. Пожалуйста. Там санки с Дедом Морозом. У меня, как всегда, актуальные моды устанавливаются. Так, тихо, 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 тихо. Я умоляю, умоляю, пожалуйста. Спасибо. Я не знаю, кто открыл, но... Почему это произошло? Что происходит? Три минуты, шесть аварий. Держимся, пацаны. И, да, финальная точка, я так и до конца-то не сказал. Там, короче, многоуровневый паркинг примерно, вот, не доезжая джизи. Или как там правильно-то объяснить, я даже не знаю, или джизи. Ну, да, там плюс-минус тоже джизи недалеко. Я должен подняться еще на самый верх, я просто не сказал это. Это весьма будет сложно, потому что тоже маневрировать задним ходом. Но я вот именно этот маршрут изначально выдумал себе, что вы просто не думали сейчас, что я что-то меняю. Мне нужно заехать на самый верх, когда я туда попаду, на последний этаж, я уже буду победителем. Только я не помню, с какого места там заезжать вообще в этот паркинг. Я помню, что он там есть, я помню, что там есть трамплин. Но где, блядь, там заезд, я хз. Почти 4 минуты у меня остается, бля, ребят, впритык. На самом-то деле, шутки шутками, но впритык. Причем, знаете, мне кажется, что я прям, знаете, как будто знал, что плюс-минус это вот именно нужно было оттуда стартовать, именно с того места из Лос-Антоса, именно в то место ехать в Сан-Фьерро. Меня радует только то, что еще 6 ДТП, в принципе. Ну, хотя нет, сейчас будет опасный. Сейчас будет опасный тоннель, в котором как бы постоянно происходят аварии. И, честно говоря, я там могу куда-нибудь впиздячиться. Или в меня могут въехать. Но 44 км в час, стабильно, 4 минуты 15 секунд. Сейчас, знаете, когда буду в Сан-Фьерро, будет уже спокойней. В целом, ну, наверное, я должен успеть, потому что я нахожусь где-то на полпути. И я, а времени-то еще больше, чем половина остается. Теперь все еще, весь упор сейчас от, опять же, ДТП зависит многое. Главное, чтобы я никуда не въехал. Так, все, в тоннель. Надеюсь, сейчас я... Не, пожалуйста, не надо, чтобы кто-нибудь отсюда... Опасно. Я просто хотел на полном ходу сначала зарулить, но понял, что это будет весьма-весьма... Чуваки, респект вам огромный, что держите дистанцию. И, как бы, поняли, что тут... У меня просто большинство квестов... Ох, как скорость я набираю, пацаны, блядь. Сейчас главное, чтобы меня не закрутило здесь. 85! Ебать, это я задним ходом столько еще не ехал никогда. Соточка будет? Не, 96. Аккуратно. Ебать, я еще вписался. На скилле, пацаны, я на скилле. Так, вот это мне прямо сейчас дало второе дыхание, на самом деле. 5 минут, 8 секунд. Я должен это сделать. Так, опять горочка. Будет соточка, нет? С горочкой. Бля, я сейчас довеебываю со своей скоростью. О, сейчас соточка будет. Ебать! Да ну нахуй! Не-не-не-не-не, тихо-тихо-тихо. Тормози, тормози. Блядь. Просто как бы вы понимаете, да? По инерции тачка, когда задним ходом едет, она немножко по-другому управляется. Нет, копы, вот ну не надо. Нет. Серьезно? Не надо. Ты, полиция, прекратите! Это Рос-Сантос полиция, это Рос-Сантос полиция, это Рос-Сантос полиция, останьте где-то. Мда. Что, дилинг? Я, это какая-то новая система? Что, вы бы... Спасибо. Не, ну они просто не знали, как бы, но вообще это весьма странно, что копы начали сразу преследование за мной и что-то... И я даже не успел прочитать, что было на этой табличке, потому что я ее не видел никогда до этого. Бля. Не, на самом деле спасибо, ребят. Я понимаю, что вы, может быть, хотели какую-то РП-шку, но я попросил. Просто как бы это... Фух, не, все нормально, все. Без претензий каких-либо, вообще красавчики на самом деле. Спасибо, что поняли. Потому что... Не-не-не-не-не-не-не-не, пожалуйста, только... Пожалуйста, пожалуйста, аккуратно. Я-я-я-я-я-я-я-я-я. Кстати, 5 ДТП осталось, потому что я врезался в этот... В меня... 4 ДТП осталось. 4 ДТП осталось. А время сколько, блядь? У меня даже заблокировался телефон. 4 ДТП. 7 минут. Вообще сейчас было, да? Он в меня въехал, но у меня не было... Вы видели? Я не знаю, как это считать. Он в меня стукнулся, у него была коллизия, а он меня не за... 3. 3 ДТП. Без разницы, обо что и как сильно, но 3 ДТП. И мы практически доехали. 2 ДТП. 1 ДТП. 0 ДТП. Спасибо, ребят! Давайте, ладно, вот сейчас оставим 1 ДТП. Где этот паркинг? Мне просто даже интересно, смог бы я до... Да не, и когда в смысле по новой, а как я могу это предугадать-то? Подождите, вот сейчас, допустим, 1 ДТП, пацаны. Вот одно. Допустим, вот это все возьмем, вот последнее не будем считать, когда меня по инерции откинул. Вот смог бы ли я выполнить? Где этот паркинг-то ебучий? Я забыл. Вот он! Вот про этот паркинг я говорил. А метку-то хоть сюда поставил. 8 минут, пацаны. Одно ДТП. Одно ДТП. Еще заехать нужно наверх. Сейчас все будет зависеть еще... У меня как раз машина, если еще одно ДТП, вот этот паркинг. Я про него имел ввиду. Так, ну, естественно, то, что я ударяюсь вот об этот, у нас не считается именно... Блядь. Блядь. Одно ДТП, пацаны. Главное, не спешить. Я никуда не спешу. БЛЯДЬ! Короче, в любом случае я проебал, потому что, наверное, будет несправедливо. Я все-таки ударялся... Ну, вот и сейчас тоже ударился. Вот я поэтому и говорил, что здесь надо будет маневрировать. Поэтому, друзья, я думаю, что справедливо будет, что в любом случае я проебал. Потому что, в принципе, у меня все аварии закончились еще тогда, когда мы сейчас ехали. Вот-вот, когда вот у меня моциклист несколько раз врезался. Все, вот так бы я сейчас выиграл бы. Но... Нет. 9.18, 9.19, друзья, все. Можно, в принципе, падать сюда. Ну, и можно, в принципе, взорваться. Да! Слушайте, а получилось интересно в целом-то. Потому что времени мне хватило. Заняло это 9 минут, на самом деле. Даже учитывая, что они пытались арестовать. Я бы успел. Но все зависело от ДТП. Потому что они были как раз-таки добавлены в том случае, чтобы, ну, дополнительно усложнить. И как бы, ну, ребят, вы сами все видели. Даже два раза я сам пизданулся. Ну, то есть не специально, да? Сам два раза пизданулся. В любом случае. Прям вот как я бы не хотел, я в любом случае проиграл. Даже если мы не будем, ну, не засчитывали бы те столкновения, когда были, которые вот подряд, там несколько было. Ну, ладно. В общем, примерно так, друзья. Как бы не получилось без повреждений. Но квест прикольный. Но, с другой стороны, теперь уже интересно, например, задним ходом. Опять же, не в следующей серии. Когда-нибудь, например, из порта ЛС в заброшенный аэропорт ЛВ. Это большой путь. И вот там примерно 15 минут получится. Даже можно исключить все ДТП. Просто именно успею ли я задним ходом. То есть пофиг, даже если я буду врезаться. Вот, ребят, мне кажется, будет интересно проверить. Как-нибудь проверим. Но, опять же, я напоминаю, друзья, что если вам понравилась серия, то поставьте, пожалуйста, лайк. Опять же, если у вас есть какие-то идеи на челлендж, ну, на квест за 15 минут, то пишите в комментарии. Возможно, именно ваш челлендж я возьму. Соответственно, розыгрыш, друзья. Три призовых места по 500 тысяч. Общий призовой фонд полтора миллиона. Для того, чтобы участвовать, нужно поставить лайк к этому видео. Быть подписан на мой канал. Вступить в мою группу в ВК. Ссылочка будет в описании. И сделать репост этого видоса к себе на страницу. Ну, и, соответственно, в начале следующей серии я подведу итоги розыгрыша. Все. Спасибо всем за просмотр, друзья. Прям, ну, вот. Не, вот интересно будет со временем проверить. Даже из порта, вот в этот городок. То есть из порта, смотрите, полу... А, бля, я не могу сейчас посмотреть. Из порта... Сейчас выйду, покажу вам, короче. Из порта ЛС в... Карта, алло, можно прогрузиться? Спасибо. Из порта ЛС вот отсюда, да, снизу справа, вверх-лево. Вот это было бы интересно, мне кажется. Ну, или в аэропорт, в принципе, тоже нормально. Так что как-нибудь проверим. Ну, все, друзья. Если у вас есть, опять же, идеи, да, на квесты, и вы считаете, что это будет интересно, прикольно, экшен, что-то неадекватное, интересное, там, что-то кого-то найти, еще что-то, то пишите в комментариях, увидимся совсем скоро, всем удачи и всем пока-пока, друзья.